Приветствую, Амиран. Приветствую, приветствую. Как вы? Ничего потихоньку, вы как? Спасибо, вы из Баку? Да, Амиран, это я просто добавил, но понял, у меня имя другое. Я с Баку, да, нахожусь в Украине, в Харькове. С 2001 года. Я просто, ну, недавно в ТикТоке подключился и подписался, наблюдаю, как ты общаешься с ними. И мама там, сестра там. Я тут с 2001 года. А ты кто по национальности? Армянин. Армянин. И знаешь так хорошо азербайджанский язык. Камран, смотри, я родился там и по 2001 год жил там. В Азербайджане? В Баку, в поселке Кирова, Бенагадинский район. То есть ты армянин жил в Баку до 2001 года? Ты серьезно? Да, Гоам Мэйшитсин, да. Охренеть. Да. Давай на всякий случай контрольный. Карабах это что? Карабах, Азербайджан, да, в Северной Азербайджане. При чем тут это? Ну, ты точно армянин? Конечно. Блин. У тебя имя, ты поставил Амиран. Амиран, моего сына зовут Амир. Амир. Камран, смотри, Асель Адам Сергей, но меня звали Сафар в Баку. Вот если сейчас мои друзья, мои знакомые смотрят, они по-любому меня знают. Я общаюсь с ними. А как ты в Баку до 2001 года жил? Мне просто интересно. В смысле одно дело, там какая-то бабушка, которая 90 лет, или там какие-то пожилые. Но ты молодой. Да, жил, нормально жил. То есть имя, фамилия у тебя армянское? Нет, у меня фамилия Аллахвердьев. У меня это, ну, фамилия такая была. И сейчас оно такое. Аллахвердьев. Да, Аллахвердьев Сергей. Сергей. Но на самом деле это Аллахвердьям было? Нет, я какой был. Аллахвердьев. Изначально. То есть Аллахвердьев это армянская фамилия получается? Я не знаю, это армянская, не армянская, но это моя фамилия, отцовская фамилия. А кто у тебя в семье армянин? Просто интересно. Папа. Папа армянин? Да. Странно, если честно. Я, конечно, хочу видеть армян в своих эфирах, но что-то странновато, если честно. Ну, не знаю. А что странно? Такого не может быть, Хемра? Не, может, может. Просто Аллахвердьев это же не армянская фамилия. Аллахвердьев это... Паспорт. Могу паспорт. Не, не. Аллахвердьев это тоже не армянская фамилия. Там, извини меня, пусть Господь меня простит, но там имя Аллаха фамилия армянская. В каждой десятой Аллахвердьев Исламян. Ну, Аллахвердьев... Можно я тебе объясню? Вот смотри. Да. Я... У меня есть сестра, да, еще? Ага. Короче, ну, моя мама, она живет сейчас до сих пор в Баку. В Баку? До сих пор? Да, у меня сестра Эсмира. Вот она тоже живет в Баку. Ну, они как жили, так и... Но я в 2001 году уехал оттуда, покинул Баку. Приехал сюда. Ты понимаешь, что твой разговор со мной сейчас видит весь мир, то люди наблюдают, и как бы нет проблем? Да, да, я специально и подключился. Если ты не веришь, я тебе могу паспорт показать. Не, паспорт не показывай, заблокируй. Как ты можешь доказать то, что ты армянин? Мне просто интересно. А я не знаю, как тебе доказать? Ну, скажи что-нибудь на армянском. Я не знаю, клянусь Богом, я не знаю. То есть ты армянин, который не знает армянский язык, у которого фамилия Аллах Вердеев. Да. И у тебя сестру зовут Эсмира. Я не знаю этот язык, потому что, смотри, я 81 года. 40 лет, выглядишь хорошо. Да, 81 года, но я не был ни в Армении. Я язык, ну, мы не общались на армянском. Отец знает. Отец знает, но я не знаю, мы не общаемся. Как-то, и ты можешь спокойно приезжать, уезжать в Азербайджан без проблем, да? Да, я с большим удовольствием хочу приехать. Ну, знаешь, вот чуть-чуть как-то, ну, хотелось бы очень приехать. А какие проблемы с фамилией, если ты Аллах Вердеев? У нас в Азербайджане каждый пятый Аллах Вердеев. Ну, мне это все говорят, у меня друзья там, я общаюсь с ними. Они говорят, приезжай, что ты боишься, приезжай. Я понял, и просто, ты говоришь, что ты армянин, ты не знаешь армянский, ты, как бы, в 2001-м уехал, и, как бы, на тот момент тебе уже было 20 лет. А ты, я очень извиняюсь, в 2001-м, когда уехал, ты уехал как гражданин Азербайджана? Темра, ну, меня было, знаешь, что, у меня паспорта не было. У меня раньше давали форму 9, помнишь, в Баку давали? Форму Докуздейдер, Надейдер, она. Форма 9, да. Да, вот я с этой бумажки сюда приехал, и все, и тут ты завис. Ну, я понял, а ты служил в армии? Все-таки тебе уже было 20. Не, 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 я в 20 лет как раз уехал. А как, у нас же в армию 18 берут, как ты, вот, без сигарет, да, плядь, сейчас заблокируют эфир, умоляю, да. Хорошо. Как, как, как ты, как ты уехал в 18 лет, и, как бы... Не в 18, я в 20 уехал. Не, ну, в 20 лет, в 18 как ты не пошел в армию? Отключили нас, или что, мне что-то пришло сообщение? Нет, это из-за сигареты тебе пришло сообщение. А-а. И, скорее всего, это эфир сотрут. Ну, я тысячу раз прошу это без слуку. Все все равно, когда выходит за мной в эфир, у всех какое-то желание курить, я не знаю почему. Я хочу тебе задать вопрос. Вот ты говоришь, что ты уехал в 20 лет, тут 20 лет, с 18 до 20, неужели тебе повестка в военкомат не приходила? Я не помню, честно, приходила, не приходила, но то, что я тебе... Вот давай мы с тобой серьезно поговорим, да? Сейчас очень ответственный разговор. Ты сам говоришь, что ты из Бенаги, да и у тебя там сестра, мама. Ты понимаешь, насколько это ответственно? Ты говоришь, что ты армянин, который уехал из Азербайджана в 20 лет. Может быть, ты просто... Мне не надо это говорить, или что? Нет, я не понимаю, как ты можешь доказать, что ты армянин. А как показать, я ему... А метрики мои где? Как я, ну... Метрики есть в моей дома? Сейчас, если найдут, я тебе покажу метрики. Да, вот в метрике должно быть написано, да, национальность, потому что так как-то очень странно все. Не знаю, то, что ты два года не шел в армию, это тоже очень странно. И я тебе скажу честно, из Азербайджана выехать с формой номер 9 нельзя. Можно выехать только с заграничным паспортом. У меня человек, который в 2000-м я уже ездил и в Россию, и куда угодно. Уже на тот момент с 90... Эти бумажки формы номер 9 давали примерно от 94-го, 93-го по 96-й годы. Потом стали давать паспорта, эти советские убрали и перешли на паспорта и загранпаспорта. Без загранпаспорта ты бы не выехал из страны, это 100%. Ну, я выехал, но не так, да, но я выехал. А как? В 2001-м году это сложно. Вот ты понимаешь, насколько ты ответственный разговор ведешь? Тебя же завтра могут спросить, кто ты. Лучше сейчас ты расскажи истинную правду. И все, да, и кайфуем, да. Я отправлю, давай. Нет, тогда не стесняю. Да ну дай, человек не верит, я покажу. Ага. Вот мои метрики. Только раскрую. Не-не, ты внутри покажи, да, я понял, я понял. Я понял. Приблизь, приблизь. Да. Представляешь? Вот это одна. И с другой стороны покажи национальность. Окей, я потом разверну. Все, убери, пожалуйста. Убери все. Блин, я даже не знаю. Бывают. Так, а что тут такого, скажи мне? Ничего такого нет. Не-не-не, я честно, я в шоке. Честно, я в шоке, но я не в шоке. Я знаю, что Азербайджан добропорядочная страна. Я рад, что ты признаешь Карабах неотъемлемой части Азербайджана. То есть по-любому Карабах это Азербайджан. Я признавал, признавал, признаю и буду признавать, что Карабах это Азербайджан. Но и другого быть не может. Ты красавчик, блин, честно. И любому вауру, чем я зря, любовь, надо джава берерам. Го ясен. Каренды, моренды. Кто там пишет. То есть ты азербайджанский народ так любишь и уважаешь, да? То есть видел только хорошее. Чамран, ну, знаешь, у каждого, да, детство было плохое. Но я за детство не хочу, да. Но то, что касается Азербайджана, то, что касается Баку, ну, это мое сердце, это моя душа. Я, ну, никогда в жизни никому не позволю, чтобы что-то... У меня даже, вот честно тебе сказать, но у меня с отцом даже, ну, постоянный конфликт. У меня отец больше туда, я больше сюда, понимаешь? Ну, он больше за свою нацию, а я свое внедряю. У меня постоянно с ним спит. Понял? А папа живет в Армении? Нет, он здесь, здесь, здесь. В России. А, то есть ты с отцом уехал в Украину, а мама... Я не сказал, что мы уехали. Камран, нет, отец был здесь. Отец... Отец в 80-е уехал. В 89-е, 88-е он с новой семьей уехал сюда. Понял? Жить в Украину, в Харьков. А я там жил с мамой и с отчимом, да, своим, понял? Ага. А потом пришло такое время, что решили, что меня надо сюда переправить, чтобы я приехал сюда. И я попал... А сестра... Я очень знаю. А сестра от отчима, да? Да, да. А, то есть Эсмира Ханум, это сестра от твоего азербайджанского отчима. Да, да, да. Отчим Азербайджан. А у тебя папа армянин, он уехал в 89-м. Блин, офигеть, какая история. Да. Блин, круто. Очень-очень круто. Ну ты, мужик, я тебе скажу. Ты мужик. Была такая ответственность. Как тебе сказать? По началу вообще-то скажу, мы что-то плохое. А что ж, вспоминаешь? Ну ты уехал не так давно, не так давно. И почему не хочешь приехать, погулять? А Махвер, где фамилия вообще? С большим удовольствием хочу. С большим удовольствием хочу приехать. Ну приеду обязательно. Азербайджанский как чисто знаешь, просто офигеть. Ну я вырос там, тем ранее. Я этого языка и русского языка, я ничего не знал. Я вырос, я в школу ходил. У меня друзья все там. Ну, общаюсь, все. Ну, правда, многие умерли, да, ну там, по разным причинам. Но все равно общаюсь. А скажи, какие у тебя, вот почему вот с отцом спорите? Отец все-таки он карабахский армянин, ереванский или бакинский? Вот почему с папой спорите? Он тоже бакинский. Ну он, как тебе сказать, он националист, понял? Он, ну туда, да. Это нормально. Да, он забыл, он забыл, ну, откуда он, что он, как он. А я не могу это забыть. И что ему дал Азербайджан, забыл? Как и все бакинские армяне. Ну, не все, а процента 80. Да, у него сидит это, а я вот с ним постоянно, уже годами сколько, вот, ну, постоянно мы с ним на этой почве ругаемся. Понял. Ну, интересная история, я тебе скажу. Даже не знаю, может ты хочешь обратиться как-то к двум народам, что-то сказать. Честно, я в начале разговора думал по приколу все, но когда увидел метрику, я понял, что это не шутки. В смысле? Я просто давно хотел, я подписался, жене тоже говорю. А как, а что? А мама у тебя армянка по национальности или азербайджанка? Азербайджанка. А, то есть у тебя мама азербайджанка, а отчим азербайджанец, и сестру зовут Эсмира, да, это отчим. Отчим мне годик было, ну, годик или два годика было. Мы уже с отчимом жили. А, я понял, да. А вот у тебя не было никогда такого, все-таки кровь там может потянуть, там, все-таки поехать в Армению, все-таки папа армянин? Не-не-не, у меня эксклюзивный. Не-не-не. А что вообще думаешь о вот этом конфликте Азербайджана и Армении? Что вот твои ощущения, что ты думаешь? Я вырос в Эсмира, я рос там, когда это все начиналось, я видел это все, но я всегда душой и сердцем с Баку был, с Азербайджаном был. Другого быть не может, никогда. Я никогда не пойду. Да, до старого, да, до старого. Ну, даже здесь у меня в основном азербайджанцы, друзья. То есть ты, несмотря на то, что у тебя папа армянин, бакинский армянин, ты сам по папе армянин, по маме получается азербайджанец, правильно? Ты себя внутри, в душе кем чувствуешь больше? Азербайджанцам. Было и будет. Другого быть не. Я не хочу... Очень круто. Я вышел в эфир, чтобы, знаешь, сказать, там, вот я там такой, нет, просто это, ну, это так и есть. Это так и есть. Тебе вопрос, вот есть одна личность такая, знаешь, такой местный, там, местного пошиба, это самое, этот, в общем, пусть история судит, какой он вообще. Он, в общем, находит всех тех армян, которые выходят со мной в эфир и говорят, Карабах, Азербайджан, и там звонит им, что-то пишет, там, кого-то просит, там, что-то там им подугрожать. Если тебе кто-то вдруг напишет или позвонит, скажет, вот, как ты мог с Камраном выйти в эфир и сказать, что Карабах – это Азербайджан, ты там предал, там, я не знаю, 572,5 националиста, что ты скажешь этому человеку? Пусть позвонит, я скажу. Пусть зайдет на мою страницу, у меня там 2-3 видео, там все понятно. Ты знаешь, некоторые также говорили мне, просто после какого-то определенного влияния, вдруг они мне звонили, говорили, Камран, там, удали видео, или потом начинали снимать извинения почему-то. Вот, твое чувство, выйдя ко мне, ты сам захотел… За что я должен извиняться и перед кем я должен извиняться? За что? Вот, например, перед Александром, да он говорит, зачем ты армянин? Да, вот за что? Нет, за то, что я там родился, за то, что я признаю это. Я считаю своей… Ну, как тебе сказать, пусть это так не выглядит, но я родиной своей считаю Баку-Азербайджан, но это так и есть. Круто. Пусть пишут. Круто! Пусть что хотят, говорят. То есть ты ему, ты его отфутболишь, скажешь, до свидания, так выходит? По-любому. Мне извиняться перед тем… И не скажешь мне, Камран, удали видео, там, пожалуйста, там, мне… Я спрашиваю, потому что многие, знаешь, тоже говорили, я, я там ничего не боюсь, там, а потом вдруг… А, ты, если кто-то позвонит, чтобы я, потом я извинения просил за это, за тушение? Да, да, конечно, да, да, конечно, вот именно тем. Не-не-не-не, такого… То есть ты гордо, гордо стоишь на своем слове, правильно? Вот, бляди, вот так и все. Сто процентов. Ты можешь потом со мной связаться, если, ну, я просто не понимаю, так что… Можешь выйти со мной в эфир. Без проблем. Супер. Супер. И не будешь просить меня удалить видео, например, правильно? А зачем удалять? Это… Зачем… Смысл? Ну, вдруг… Вдруг… Вдруг там позвонишь… Вот, если ты не… Не, я мог не выходить в эфир, да. Бакинский армянин, ну, и ты по папе армянин, ну, фамилия у тебя… Аллахвердию. А у папы продолжает быть Аллахвердию фамилию? Он все-таки сделал Аллахвердию? Не, смотри. У папы фамилия так и есть. У нас… Ну, у меня есть еще старшая сестра по папе и по маме, которая, понял? Она вот 80… Короче, я когда остался в Баку, папа уехал сюда, а сестра старшая моя, она улетела туда, к бабушке в этот… В Ереван. В Ереван, в Армению. Короче, полетела… В Ереван. Да, в 89 году. Она по сей день там. Ну, у меня с ней то же самое, ну, не общаюсь. То есть папа… У тебя, фактически, получается, родная сестра по папе… Да, да, которая живет там, но у меня с ней… А вот личный вопрос. Ты с ней не общаешься, правильно? Нет. А мама твоя общается со своей родной дочерью, которая живет в Ереване? Ну, через, 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 там, через тетю. Через тетю. Да. Интересно так. А вот ты по вероисповеданию христиане, мусульмане… Ну, сердцем… Твоя вера… Или ты… Да. Душа… Больше… Как тебе сказать? Ну, ислам… Больше мечети… Больше так… Просто… Больше, меньше… Бывает разве в этом? Ну, окей, пусть. Это твое решение. Можно как бы… Есть люди, которые боятся признать, что они атеисты. Такое тоже бывает. Просто говорят, я верю в Бога, и все, там закрыта тема. Ну… То есть, в сердце ты себя считаешь мусульманным, правильно? Да. Слушай, ты предатель. Слушай, идите в предатель. Вот пишут, что они пишут. Амирал, а какое твое имя? Александр или Саша? Просто, чтобы я понимал, как тебя обращают. Сергей, Сергей. Сергей. Сергей, да, Сергей. Сергей. Ты молодец. Все красиво ты это делаешь. Вот общаешься, да? Слежишь за тобой. Сяна Гавал, ты молодец. Все правильно. Саа, саа, лазин. Чо саа, так как ты делаешь? Я надеюсь, мы с тобой еще много раз поговорим. Желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе. Держись. Тебе понадобится… Да. Тебе понадобится терпение. Держись и будь всегда… Стой всегда на своем. Потому что многие, которые говорили, я, я, я за мир, там, я, я… А потом вдруг хоп! И вдруг хоп! Поймите, если вы… А какие ситуации, да? Когда с тобой общались, а потом… Вот настаивали на разговорах со мной десятки армян. Просто настаивали. На WhatsApp. Я хочу поговорить. Я хочу мира. А, вышли. Я хочу мира мира. Карабах – это Азербайджан, да. Наследен. Умоляю, Камран, у меня проблемы. Мне там позвонил из диаспоры. Мне там двоюродная сестра написала. Мне там Аликсанян угрожал бросить в меня этот простой карандаш через двери. Я говорю, этот Аликсанян хотя бы раз за время войны поехал, передачи принес солдатам? Нет. Этот Аликсанян пошел, воевал? Нет. Этот Аликсанян за год после войны хоть раз в Армению или в никем не признанную часть, которая пока вот там чуть-чуть они есть. Приехал, людям передачи дал. Нет. Это Аликсанян сидит и вот этими ниточками тянет где-то в Москве. И все. Пустышка. Понимаешь? И все равно. Нет, у меня проблемы. Я боюсь. Я работаю на такси Uber. Сейчас не придут заказы. Или я продаю помидоры. Вдруг откажутся от помидоров. Или я там владею вилами, дворцами. Но вдруг вот эти сказки людей запугали словами. Но он не понимает того, что люди все равно просыпаются из этого кошмара. То есть из этого кошмара вывела всех армян азербайджанская армия. Очень хорошим образом. Законным. 18-19-го будет европейский суд. Азербайджан подал в суд на Армению. И уже в суде будет решаться статус того вреда финансового, главного человеческого, который нанесли Азербайджану за 30 лет. И будут отвечать там в суде. Пускай едет туда в Евросоюз и там отмекивает, если сможет. А так, я тебе благодарен. Ты мужик. Ты настоящий мужик. Стой на своем. Понимаешь? Стой на своем. Если будешь до конца, кищи. Мы вместе сила. Окей? Мы вместе сила. Понимаешь? Вместе мы сила. Если мы будем... Если мужик изменяет своему слову, сегодня говорит это красное, а завтра это говорит... Нет, это было синее. Я говорю, ай, кищи, было красное. Нет, это было синее. Это было красное. Нет, это было синее. Понимаешь? Если ты говоришь, что это красное, это должно быть красное. Все. Карабах это... Азербайджан. Все. Красное. Пусть остается красным. Окей? Благодарю тебя. Желаю тебе всего хорошего. Желаю тебе света, добра. И я рад, что ты все только хорошее сказал про страну, про этот флаг и про город, который тебе подарил столько всего замечательного. Тебе большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сау. Честно. Вместе адекватные люди найдут общий язык. Я и вы, мы найдем общий язык адекватный. И нам нужно отдалять от себя вот этих вот, которые там сидят и что-то мутят в воду в стакане. 100%. Я с тобой найду общий язык. Я с адекватными армянами, азербайджанцами, итальянцами, русскими найду общий язык. Если мы эту опухоль больную вырежем, ее нужно вырезать до того, как она не стала злокачественной. Да, да. Благодарю тебя. Сау. Сау. Спасибо, Сау.